И напоследок давайте поговорим про гидрозатвор. Ну, вы, наверное, знаете, что гидрозатвор это важнейшая часть гидроружья. Без него гидроружье не стреляет. Конечно, это была шутка. Гидрозатвор это... Сейчас мы его увидим, что это такое. Гидрозатвор это специальное устройство, которое предотвращает возникновение дурных запахов из канализации в наших помещениях. То есть, это, по сути, водяная пробка, которая не дает дурному запаху из канализации проникать в наши санузлы или на кухню. Представляет собой, допустим, банальный сифон раковины. Это гидрозатвор. Сифон ванны. Посмотрите, что он собой представляет. То есть, вот этот воздух, который может теоретически идти по трубе и проникать в ванну, благодаря вот такому гидрозатвору, то есть, колену, который заполнен водой, оно не проникает внутрь помещения. И в унитазах, соответственно, тоже есть гидрозатвор. Кстати, вы, может быть, вспомните случай, который с вами происходил, либо с вашими знакомыми. Вы надолго уезжали из квартиры, там на месяц приезжали и появлялся какой-то дурной запах. Причина таких ситуаций в том, что за месяц вода в гидрозатворе может испариться. Вода испаряется, и запах из канализации начинает проникать в комнату. Имейте, пожалуйста, это в виду. Гидрозатвором должны быть оборудованы буквально все сантехнические приборы. Будь то раковина, умывальник, унитаз, ванна, душевая кабина. Если вы отдельно монтируете у себя душевую кабину с трапом, вы должны подумать о гидрозатворе. Бывают трапы, у которых есть свой сухой затвор, тогда он не требуется. Если такого сухого затвора в трапе нету, тогда нужно в толще пола сразу заранее предусмотреть гидрозатвор. Аналогично, когда вы монтируете отдельно стоящую ванну, то же самое. В ней, может быть, не предусмотрены какие-то гидрозатворы, и, может быть, нет места для его размещения, как в классической ванне. Тогда гидрозатвор нужно делать в толще стяжки. Зай, может, не предусмотрено какие-то вам цепестки. Зай, можете отзываться. Сейчас, видите, где можно mall цепестки.